Икона никуда не зазывает, она здесь, но в то же время. В иконе есть такая странная особенность. Очень часто православная икона не укладывается в свои рамки. Скажем, нимб выходит на ковчег. В иконе нет рамы, но есть ковчег. Это выступающие края иконной доски. Как бы в выдвинулном пространстве сама икона находится. Вот на этот ковчег выходит нимб. Или носочек туфли святого внизу на ковчег залезает. Или, скажем, рука, которая держит копье, или крест, тоже будет на ковчег выходить. Это происходит не потому, что иконописец не рассчитал композицию и размер. А это совершенно сознательное построение. Икона не равна самой себе. Икона входит в мою жизнь, в мою спальню, в мою келью. У нас так легко говорят на уроках. В московских школах это называется мировая художественная культура. А у вас так? Вот на этих уроках очень легко. Икона статична, там нет динамики. Это ничего подобного. На иконе масса динамики. Вот, скажем, предположим, что это не подиум, а это театр Антаганки у нас здесь. И видите, сцена вдвинута в зрительный зал. И в любимых спектаклях, такой театральный модернизм, театр начинается еще на улице. Когда костюмированные красноармейцы стоят там на начале спектакля, зазывают в театр, в фойе актеры ходят, что-то раздают, какие-то материалы и так далее, беседуют. Во время спектакля герои выбегают туда, в днюю жительного зала. Это называется в театре модернизм. Так икона-то именно это и делает. Икона входит в нашу жизнь. Главный динамизм иконы, ну по сути, если говорить. Вот, начну издалека. Перед тем, как быть семинаристом, я был студентом кафедры научного атеизма МГУ. И так получилось, что, как только я крестился, понятное дело, что я не сообщал об этом в интернете, что я крестился, меня как раз назначили в комитете комсомолова МГУ ответственным за атеистическое воспитание. Признаюсь, что доверенное мне направление работы я завалил. Я организовал там только три мероприятия. Концерт рок-группы «Воскресенье» в подшерстном ПТУ. И две экскурсии для студентов и преподавателей кафедры атеизма. Одну экскурсию в Спас Андроников в Монастырь. Там был тогда музей древнерусской живописи, но и сейчас есть. И вторая экскурсия была в зал иконописи Третьяковской лиреи. И вот именно в Третьяковке два эпизода произошли для меня очень значимых. Но чтобы их понять, надо представить себе, что такое экскурсии в советских музеях той пары. Официально советская эстетика осуждала формализм. Главное в произведении это его содержание и прежде всего классовый смысл. А все эти выкрутасы с формами, это все эстетизм, это не наше. Но у этих железобетонных догм марксистско-лиминской эстетики было одно исключение. Икона. Вот об иконе разрешалось говорить совершенно иначе. А к товарищам. Религиозное содержание этой иконы нас не интересует, зато посмотрите какие краски. Это в лучшем случае. В худшем гипт сам вкладывал в икону такой смысл, который иконописцу в страшном сне не снился. Икона Андрея Рублева Троица это призыв к соединению русских земель. Здравствуйте. Оказывается он за политом и претенантского работал. Андрей Гублев, понимаете? Это ладно, это еще не единная штучка. Обвало хуже. Там, естественно, в Троице видели цвета русского поля, понимаете, там и так далее, все что угодно. Обвало хуже. Есть такой, называемый, якорный крест. Где полумесяц в подножии креста. Так наверняка вы слышали экскурсоводов, которые поясняли, что это знак победы христиан над мусульманами. В советские времена это ладно, кушали, а теперь это в России, это очень опасно такое толкование. Ну, от великого до смешного бывает один шаг. Я как-то приезжаю, ну, уже лет 10 назад на Сахалин. И там местные батюшки рассказывают мне, что у прихожан местных, у бабушек у наших, странная манера появилась. Они входят в храм через неделю. То есть вот одно воскресенье храм полон, а следующее воскресенье пустой. Батюшки начали выяснять, в чем дело. Оказалось, наши бабушки сильны синтетическим умом. Они синтезировали три блока информации. Первое. Храм строился с поддержкой губернатора острова. Второе. Губернатор носит фамилию Форхундинов, татарин. Третье. Единственный купол храма украшен якорным крестом, то есть полумесяц. Из этого бабушки сделали вывод, что это экуменический храм. И храм, и мечеть одновременно. И поэтому наши бабушки честно уступали мусульманам храм для молитвы каждое второе воскресенье. Но это просто мило и смешно. А есть более серьезные случаи, когда мусульмане начинают требовать. Снимите полумесяц с ваших храмов, что мы не граждане одной страны. Почему вы празднуете победу над нами и так далее. Так вот, конечно же, ислам к этому христу не имеет ни малейшего отношения. Мы встречаем якорные кресты еще в катакомбах третьего века, в римских. Когда еще полтысячи лет до появления ислама остается. И на русских храмах якорные кресты появляются до баты его нашествия. На самом деле это именно якорь. В те времена, когда христианство было гонимо, а человеческое сердце хотело дорогие для себя символы носить с собой, то римские девушки носили на своих платьях брошки в виде якоря. Для внешнего взгляда. Это просто якорь, знак верности, надежды. А главное, для христианина там есть перекрестие. Аналогично свастика использовалась в раннехристианской символике. Для постороннего взгляда. Ну, обычная свастика, синические символы, переходы четырех стихий, круговоротов, мир, природы. А для своих это все-таки там крест. Так что к исламу это не имеет никакого отношения. Вот видите, вот такие надужно советские толкования, они сегодня порождают реальные конфликты. То есть от фантазии к конфликту бывает прямая, весьма прямая дорога. Ну, а теперь возвращаясь к той экскурсии в Третьяковке. Я сказал два эпизода, мне там запомнилось. Первый был следующий. Гид подвела нас к иконе Божьей Матери Знаменья. Она же Аранда. Ну, прежде всего, конечно, Знаменья. Божья Матерь с воздетыми руками. И у нее на груди младенец Иисус в виде медальона. Интереснейшая икона. Это икона беременной Божьей Матери. Вот единственная икона, где Божья Матерь беременна. Младенец должен был быть у нее в животе. Но это было бы слишком физиологично. И поэтому, ну, что называется, Божья Матерь в разрезе. Понимаете? То есть показывается под сердцем у нее, около сердца, вот лик Бога Младенца, которого она внесет. Значит, что говорит гид? Посмотрите на эту икону. Вы видите, здесь интереснейшие есть детали. На щечках Божьей Матери вот здесь, на подбородке, на руках кес внизу, красные отблески, красные блики. Что это такое? Дело в том, что икона написана в XIII веке. А что такое XIII век в истории Руси? Это время Батыева нашествия. И вот иконописец хочет сказать, что огонь сжигаемых русских городов обжигает лицо небесной царицы. Исторически и догматически это не так. Потому что и в более ранние, и в более поздние времена такой тип иконографии с этими розовыми бликами был хорошо известен. Богословский есть совершенно иной смысл. Это икона беременной Божьей Матери, а значит, это икона самой зари евангельской истории. И поэтому, глядя на эту икону, уместнее вспомнить не о хронике временных лет или более поздних летописей, а Гомера встала из мрака молодая с перстами пурпурными эос. Заря. Заря восходящего солнца правды, при снопениях Рождества Христова мы так Христа называем солнца правды. Вот это первые лучи восходящего солнца правды, своими просветными, робкими, красными лучами озаряют Бога Матерь. Скидем из заветного, заветного. Но я тогда этих тонкостей не знал. И поэтому меня просто поразила сама эта идея. Оказывается, вот это действительно удивительная черта христианства, оказывается, небо в христианстве так близко к людям, что пожары наших городов могут обжигать небесную царицу. То есть Бог не равен своему трансцендентному вседовольству, покою, а Бог сам в христианстве делает себя доступным для человеческой боли. И вот в той экскурсии я получил навсегда лекарство, прививку от досужих размышлений. Когда видят какую-нибудь человеческую трагедию, говорят, Бог, где ты был? Где был Бог во время Холокоста? Где был Бог во время ГУЛАГа? В такой-то трагедии и так далее. Так ответ христианский вполне очевиден. Я не знаю, что раввины скажут, где был Бог во время еврейской трагедии Холокоста. Но христианский ответ очевиден. Как где? В Освенце. Там, где людям было больно, там был и наш Бог распинаемый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok